Что это было? Таким вопросом задаются многие российские армяне, и не только российские, прочитавшие эмоциональное обращение главы Союза армян России Ары Абрамяна в связи с давлением властей Армении на олигарха Гаги Коцарукяна. Ары Абрамян известен своей безграмотностью и недалёкостью. Как смеются в соцсетях его же соотечественники, русский язык, он так и не выучил, а армянский забыл. Видимо, так оно и есть, иначе как объяснить появление подобного безграмотного во всех отношениях текста. Обращение разместил на своей странице в Facebook один из пользователей. И что примечательно, никто из прокомментировавших этот шедевр не усомнился в подлинности текста. Знают, знают российские армяне своих героев в лицо, узнают по почерку. Ара Аршавирович был так сильно возмущён действиями Пашиняна, что из головы, видимо, вылетели остатки зацепившихся со школьной поры познаний об орфографии и пунктуации русского языка. И в результате получилось вот это, без изменений и исправлений. Дорогие армяне и соотечественники! Союз Арман России выражает упорное усилие высказаться, по поводу попытки политического впопиливания, Гагика Царукяна. Никол Пашинян, вызываем тебя прекратить искать бревно в глазу слона в посудной лавке. Ты когда тогда иногда с ним туда-сюда, никогда не думал, что когда-то будет не так, как тогда? Если да, то почему не тогда? Если нет, то почему не когда-то, или лучше, не когда? Тем более, когда в стране коронавирус, экономика в депрессии от рецессии. Денег нет, но вы, держитесь за репрессии. Гагик Царукян! Не запрягай ситуацию. Если предложат помириться, помирись и не стриги с дареного коня шерсти Клок. Лучше быть последним львом среди гиен, чем синицей в ежовых рукавицах. Да, обидно, да нелегко, но любишь кататься, полюбишь и козла. Отдельно остановимся, на бездейственных мерах полиции, во время протестов против правосудия. Нужно ли насильно уплотнять ненасильственный митинг, когда вирус и так опыливает страну? Мы выступаем за устранение верховенства равенства закона, и чтобы все в Армении, что Царукян, что Пашинян, подвергались справедливому политическому преследованию. Союз Армян России, древнейший Союз Армян России в России, и благодаря моему упорному усилию, долгое время, единственный. Мы верим, что под Путиным руководством, все вместе сможем жить, и то хорошо. Ты сейчас можешь выйти уже на полную скорость, поэтому раскройся сейчас уже дальше, вот следующие. 20 лет покажи нам, наконец-то, на что ты способен. Вот. Но пожелать я тебе по-прежнему хочу одно. Кто-нибудь что-нибудь понял? Бог с ним, с языком. Непонятно даже сама мысль Аршавировича, так за Царукяна он или за Пашиняна? Если за Царукяна, то почему критикует акции протеста, называя их против правосудия? Если за Пашиняна, то с какой стати призывает его прекратить искать бревно в глазу слона в посудной лавке? Если против обоих, то для чего было делать заявление вообще? Полная билиберда. Видно, что Абрамян слышал в детстве русские поговорки про саночки, козла, бревно и слона в посудной лавке. Но всё это как-то смешалось в его голове, наложилось на его армянскую логику, и результат получился более чем смешной. Читая воззвание Абрамяна, того гляди, сам забудешь русский язык. И захотев произнести что-то, не заметишь, как заговоришь изоповым языком главного армянина России. Пусть слушатели или читатели потом сами гадают, что там случилось, когда ты когда-тогда иногда с ним туда-сюда, никогда не думал, что когда-то будет не так, как тогда. Продолжение следует...